6 июня 2019 года был обычный день. Я проснулся, прогулялся с собакой. Обед у меня была назначена встреча в кафе недалеко от станции метро Цветной бульвар. Я вышел из коваркинга, пошел навстречу, пошел там дворами в сторону Цветного бульвара. В какой-то момент у меня за спиной раздался крик стоять. Я оглянулся, вижу, как бы на меня бегут двое мужчин. Первое, что я подумал, грабители. Они подбежали ко мне, заломали руку за спину, надели наручники и повели в машину. Уже в машине сидящий рядом со мной оперативник Денис Коновалов показал мне обложку удостоверения, на котором было написано ФСКН, наркоконтроль, что-то в этом роде. И у меня наступило облегчение. Я подумал, что, ну, наверное, это какая-то ошибка, сейчас во всем разберутся и меня отпустят. Но отпускать меня, конечно, никто не собирался. Русская народная статья Уголовного кодекса 228-я – это незаконная продажа, приобретение, хранение и перевозка наркотиков. За последние пять лет по ней были осуждены почти полмиллиона человек. Но народной она стала не из-за того, что у нас в стране каждый второй – это наркоторговец, а потому что посадить по ней легко можно любого из нас. Просто подбрасывать наркотики в карманы каждому встречному полицейские не могут. Регламент соблюдать им все же приходится, а он требует присутствия понятых. Рюкзак находился у меня за спиной, руки были тоже в наручниках застегнуты за спиной, поэтому я не мог контролировать, что происходит с рюкзаком. Мы проехали метров сто и остановились на перекрестке, и я увидел, что сбоку стоят еще оперативные сотрудники. К нам посадили понятого, мы поехали в УВД. Дальше в УВД мы там подождали полчасика, потом пришел второй понятой и потом только наступил досмотр рюкзака. Когда сотрудник открыл большое отделение рюкзака, первое, что я увидел, что наверху на блокноте лежит какой-то пакетик с какими-то цветными шариками. Они очень оживились, говорят, это, наверное, наркотики. И оставшиеся отделения они уже так довольно формально осматривали, и одно отделение даже оказалось недосмотренным. По закону понятые — это независимые представители общественности. Они наблюдают за обыском и должны подтвердить, что все видели своими глазами, а действия сотрудников полиции были правомочными. И самое главное, что подозреваемому ничего не подбросили. Оперативники госнаркоконтроля, они, как правило, задействуют своих понятых. Тех, кто ранее задержаны, как правило, привлекают к этим вопросам наркозависимых людей, которые за дозу малую готовы рассказать, что здесь все видел. И доходило порой до абсурда, когда человеку говорили, как вы могли вот на этом осмотре присутствовать, если 10 минут назад вы в другом конце Москвы присутствовали на этом осмотре. И это все в судебном заседании может выясняться, это все слышит судья. Но, к сожалению, кроме того, что это все озвучивается, никакого процессуального решения в этой связи не происходит. Репортеры важных историй и «Медузы» в течение трех месяцев изучали десятки тысяч приговоров московских районных судов. В них мы нашли больше сотни понятых, которые находились в зависимости от полицейских или уже давно были с ними знакомы, а значит, под давлением могли помогать фальсифицировать уголовные дела и отправлять невиновных людей в колонии. В судах, когда рассматривают дела, связанные с наркотиками, за основу берется версия сотрудников полиции. Их допрашивают. Необходимы еще дополнительные подтверждения. Как правило, этим дополнительным подтверждением выступают понятые, которые формально, как бы, по своим задачам должны быть случайными прохожими, не заинтересованными никак в исходе дела и незнакомыми с сотрудниками полиции. Во время досмотра моих вещей в УВД и после, во время обыска в моей квартире, где якобы хранились наркотики, присутствовали двое понятых. Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов. Когда мы приехали в УВД с первым понятым, мы около получаса ждали второго понятого. И, как потом выяснилось, это был начальник отдела наркоконтроля Игорь Лиховец. Он зашел в комнату и Кузнецову сказал. Привет, Серега, ты что, болеешь, что ли? Я очень удивился. Я говорю, как бы, а вы знакомы? То есть, как бы, это не человек с улицы? На что Лиховец стал оправдываться и говорить, что нет, я просто увидел, что человек в маске медицинской, а решил узнать, как его состояние? Я говорю, да, и назвали его по имени. Он говорит, ну, имя, имя, имя я в документах смотрел, увидел. Как выяснилось, понятой Сергей Кузнецов неоднократно принимал участие в делах, которым занималась наркоконтроль, управление внутренних дел по западному округу. В своих показаниях во время следствия он говорил, что это сотрудники полиции ему каждый раз платили от полутора до двух тысяч рублей. Приглашал быть понятым один из сотрудников наркоконтроля УВД по ЗАО Егор Фарманин, который до этого работал участковым в районе Марьино, где, собственно, и проживает сам Кузнецов. С Егором Фарманином я знаком уже лет 5-6. Егор позвонил мне и пояснил, что если я побуду понятым и потрачу свое время, сотрудники полиции меня отблагодарят. Сумма точно не оговаривалась. Далее в течение получаса мне на мобильной позвонил кто-то из сотрудников, который сообщил, что нужно подъехать к станции метро Цветной Бульвар. И после этого мы решили выяснить, насколько часто сотрудники наркоконтроля привлекают в качестве понятых своих знакомых и других заинтересованных лиц. Чтобы найти таких подозрительных понятых, мы скачали с сайта Мосгорсуда все приговоры и постановления по наркотическим статьям. Обычно секретари вымарывают из текста имена участников, но не всегда. Мы написали код, который извлекал все имена во всех их вариациях из одного приговора, а дальше искал этих же людей в десятках тысячах других документов. Так мы нашли всех, кто встречался несколько раз в разных уголовных делах. А дальше мы уже вручную искали повторяющихся понятых и в связи с сотрудниками полиции. В мае 2018 года оперативники задерживают с амфетамином 35-летнюю Наталью Голобородько. По словам полицейских, женщина добровольно решает изобличить знакомого торговца наркотиками. Ей предлагают провести проверочную закупку, купить наркотик еще раз, но уже под присмотром полиции. Голобородько звонит Николаю Григорьеву и договаривается о встрече. После того, как сделка состоялась, Григорьева задерживают. Суд первой инстанции приговаривает его к 11 годам колонии строгого режима. Но я обращал внимание к суда, что недопустимо в таком качестве уголовные дела рассматриваются. То есть это дело, которое какую страницу не откроет, там везде ошибка была. И ошибки грамматические, и ошибки процессуальные были. Суд своим молчанием позволяет в следующий раз принести ему еще более худшее дело. Позже Наталья Голобородько написала заявление в Управление собственной безопасности ГУВД Москвы. По ее словам, 19 мая 2018 года в половину восьмого вечера Наталья около ее дома избил, а потом потащил к машине сотрудник полиции Егор Фарманин. Ей разрешили сделать один звонок. Наталья позвонила своему знакомому, другому оперуполномоченному Максиму Умитбаеву. Он подъехал на место, поговорил с Фарманиным и вторым оперативником и отвез ее в ОМВД России по району Кунцево. Там у Натальи в сумочке нашли амфетамин. Сотрудники уголовного розыска, пользуясь тем, что надо мной висит статья и угроза лишения свободы, стали меня склонять к тому, чтобы я оказывала им содействие и сотрудничала с ними. Мне прямо говорили, что если я откажусь, меня посадят, а если соглашусь, то останут на свободе. Я согласилась. Руководил этим всем Умитбаев Максим. Он мне сказал, чтобы я дала показания в отношении Григорьева Николая. Полицейские сфабриковали все материалы в отношении Григорьева. Я понимаю, что если не сообщу о преступных действиях сотрудников ОВД по ЗАУ, то вынуждены будут помогать им сажать невиновных в тюрьмы. Например, сотрудники полиции ловят одного человека, предлагают сотрудничать, чтобы он кого-то сдавал. Пока он кого-то сдает, он ходит на свободе, пока этот человек нужен. Вот, они делают свои дела, делают свои вот эти галочки. А те, кто распространяют, продают наркотики, их никак не касается. Ну, зачем заниматься какой-то сложной работой, когда можно вот людей, незащищенных, больных, просто так ловить, сажать, потому что вот у нас есть 2 до 8. Еще до вынесения приговора Григорьева перевозили в автозаке вместе с другими подследственными. Среди них он узнал одного темноволосого мужчину, понятого, который во время той самой проверочной закупки должен был контролировать действия полицейских. Им оказался 38-летний Михаил Рахманкин. На тот момент уже дважды судимый за сбыт наркотиков. Он сам сидел в СИЗО и ожидал слушаний по своему делу. На суде защита Григорьева настаивала на том, что понятые и закупщица находятся в зависимости от сотрудников полиции. Но Кунцевский районный суд не увидел причин не доверять этим свидетелям. Еще один понятой из дела Григорьева – Акоп Хачатрян. По его показаниям он ехал на день рождения к друзьям. И потом заехал случайно на заправку. На заправке его встретили сотрудники полиции, попросили поучаствовать в каких-то следственных действиях. Он согласился и на сутки, наверное, на полсуток с ними остался. И не надо на день рождения, ниже с полицией покататься. Мы списались с Хачатряном, и он рассказал нам, что согласился стать понятым в силу воспитания, так как обучался в Российской академии госслужбы, и для него это было что-то сродни долга. Своё знакомство с полицейскими он отрицал. Однако, судя по тексту другого приговора, за неделю до встречи Хачатряна с оперативниками на заправке, те же полицейские уже просили его быть понятым. А спустя полгода ещё минимум дважды. Над всеми этими делами работали одни и те же сотрудники УВД по ЗАУ. Максим Умедбаев, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев и Егор Форманин. К понятому по моему делу Сергею Кузнецову приехали журналисты телеканала «Дождь». Согласно материалам следствия, в это время Кузнецов начал звонить своему знакомому оперативнику из наркоконтроля УВД по ЗАУ Егору Форманину. Мы журналисты. Я понял, давайте нет, я о них какие-то вопросы ничего отвечать не буду. Сразу после этого Кузнецову перезванивает другой серийный понятой УВД по ЗАУ Хачатрян, который, по его словам, не знаком с оперативниками. У меня были понятые, которые бывшие сотрудники полиции. Я говорю, ну как вот бывшего сотрудника полиции можно привлекать, если он прямо заинтересован, есть какая-то, так сказать, как говорят, бывших не бывает. Нет, неубедительно. Потому что если убедительно, то нужно прекращать уголовное дело, оправдывать человека. А у нас сколько оправдательных примеров? А суд закрывает глаза и выносит решение, которое, на мой взгляд, незаконно. Ну и вообще, как бы, исходя из позиции здравого смысла, оно незаконно. Рекордное число штатных понятых, 18 человек, оказались связаны с УВД по Западному административному округу. На втором месте УВД по Восточному округу, 13 человек. Если разбираться, как и в каких делах привлекались эти понятые, окажется, что почти все они, как актерская труппа, работают вместе с полицейскими. Практически все понятые отказывались давать нам комментарии. Большинство брали время подумать и не отвечали. Но иногда коротко объясняли, что им больше не хочется влезать в эту тему. Но один человек, Илья Орел, который как минимум шесть раз был понятым по просьбе сотрудников наркоконтроля по Восточному округу, все же согласился поговорить с нами. По словам Орла, понятым он был не только в наркотических делах. Допустим, из последних моментов это ДТП, где человек скрылся с места ДТП. А вообще часто вам приходится быть понятым? Сколько примерно раз? Вы были понятыми? Ну, не знаю. Я не считаю точно. Вы считаете, сколько раз вы в минуту дышите? Нет, но это не совсем одно и то же. Ну, в смысле, не одно и то же. То есть, ну, какие-то жизненные дела, которые тебя ежедневно окутывают, большую часть людей их не считают точно. То есть, вы буквально ежедневно выступаете понятым? И то, что ежедневно, то есть, ну... Ну, я, например, не могу сказать, сколько раз ездила на метро, да, не знаю, за последний год, потому что это случается часто. Но сколько раз я сталкивалась с трудиками полиции, которые просили меня быть понятой, я бы, наверное, примерную цифру смогла назвать. Ну, не знаю. Я, наверное, не запрашиваюсь по этому поводу точно. Илья утверждает, что ни с кем из оперативников он не знаком. И каждая его встреча с ними была случайностью. Я вижу, что вы работали с одними и теми же сотрудниками полиции. То есть, ну, довольно странно звучит, что вы их не знаете. Вы встречаете человека, допустим, второй раз в жизни, и вы его не знаете. Ну, наверное, это разумно, когда ты живешь, или какие-то у тебя личные дела находятся рядом с отделением полиции. То есть, вы просто живете рядом с полицией, и так получается? Ну, в каких-то моментах, да, в каких-то, изгза того, что по делам ездил к... То есть, ну, я просто не понимаю, в чем проблема. То есть, ну, есть закон, который запрещает это делать. Ну, я живу, учусь, ну, я постоянно рядом оттенение полиции. То есть, ну, работаю рядом. Живу в соседнем доме от отделения полиции. То есть, ну, как бы, в чем проблема? Да ни в чем. А лично сотрудников полиции вы знаете? Тех, кто вас приглашает? Вы с ними знакомы? Нет, то есть, ну, серый смысл мне всех запоминать, кого-то из сотрудников полиции. Серьезно, для меня сотрудник полиции, он – это сотрудник полиции. То есть, ну... Вы всегда на улице встречаете сотрудников полиции случайно? Или они вам звонят и просят прийти? Вы, опять же, влезаете в мою жизнь. Кто вы такая, чтобы я с вами делился своими впечатлениями, эмоциями, моментами из жизни точно? В Восточном административном округе мы нашли дело рекордсмен. По нему в 2016 году пятеро человек получили от 10 до 12 лет колонии. При этом, как минимум четверо понятых в этом деле уже привлекали сотрудниками УВД по Восточному округу в качестве свидетелей или были судимы по наркотическим статьям. Как и закупщик из этого дела. Он сам был судим и уже несколько раз сотрудничал с полицейскими на проверочных закупках. Еще один понятой на суде рассказал, что ничего не помнит, потому что был под влиянием наркотиков. Суд оправдает вот этого человека, вот этого, вот этого, вот этого. Придут отцы командиры уголовного розыска, других подразделений и скажут, а как нам ловить-то преступников-то? Где я найду независимого понятого в 2 часа ночи, если я вижу, что это происходит, не знаю, в чистом поле? Если он завтра скажет, я буду вот в этом районе работать честно и правильно, и через месяц не предоставит ни одного раскрытого дела в сфере незаконного оборота наркотиков, то его руководитель скажет, слушай, дружок, вот здесь вот соседние районы, вот здесь 5 больных, а у тебя что в районе наркоманы закончили, что ли? У тебя что там, показательные, что ли, дружок? Ты давай иди ищи. А как? А что тебе учить надо? Сади в УАЗик двух понятых, своих там, бери он с камеры. И пусть с тобой катаются, ищи там их там, бегай по остановкам, заглядывай в глазки и предлагай досмотреться. Все дела по 228 преимущественно это не какие-то там сбытчики, барыги, наркомбароны, это просто вот больные люди. Для того, чтобы как-то жить, функционировать, они просто оказались в такой тяжелой жизненной ситуации. Я считаю, что таким людям нужна помощь. Благодаря нашему законодательству их просто вот сажают и все. Когда на процессе указывают на то, что понятой наркозависимый или агент оперативников, суд обычно парирует, что мнение защиты ничем не подтверждено и поводов сомневаться в показаниях свидетелей нет. Но привлечение таких понятых – это не просто мелкое нарушение формальности. Их показания вообще не должны приниматься как доказательство вины, а дела с такими понятыми должны закрываться. При этом на заседаниях судьи встречают одних и тех же понятых и выносят обвинительные приговоры. Даже в том небольшом объеме документов, где сохранились фамилии свидетелей, мы нашли 38 таких случаев. И ни в одном из них повторяющиеся понятые судьи не смутили. Нужна принципиальная позиция суда по этому поводу. В конечном счете работает суд. Оперативник недобросовестный. Попробовал Васю спеть ей привлечь – прокатило. Второй раз – тоже прокатило. Фу, Димон, да я сто раз так делал. Пожалуйста, хавает, хавает суд. Вот лишь один пример. Судья Нагатинского районного суда Антон Филатов как минимум 11 раз принимал показания штатных понятых и выносил обвинительный приговор. Понятого Черкасова судья Филатов видел на заседании как минимум трижды. В двух случаях Черкасов оказывался свидетелем у одних и тех же оперативников ОМВД России по району Царицыно. 2 августа 2016 года он участвовал при проведении проверочной закупки и в этом же месяце, 24 числа, выступил понятым при досмотре задержанного. В текстах приговоров была одна и та же формулировка. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Черкасова, который о своем участии в качестве понятого дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Н. Встает адвокат, защитник, да, и говорит «Уважаемый суд, вот обратите внимание, вот вот он позавчера я там участвовал в рассмотрении дела. Был оперативник Петров и два вот этих понятых, Вася и Петь. Сейчас ровно такая же ситуация. Это говорит как минимум о том, что они уже ранее знакомы. Пусть в связи с профессиональной деятельностью осуществления этого оперативника, но они уже ранее знакомы. Как можно относиться к этим показаниям, как непредвзятым, независимым? А если они там по пять раз, и Мосгорсуд молчит по этому поводу, не видит никаких оснований, то получается такая тенденция. В Нагатинском районном суде подобную практику, когда одни и те же люди проходят по разным уголовным делам, нам прокомментировали вот так. Оценка сообщенным свидетелем сведения, представленным в суде доказательством, дается судом в совокупности со всеми доказательствами по уголовному делу с учетом правил оценки доказательств, установленных у ПК РФ. Иными словами, суд просто напомнил нам нормы Уголовно-процессуального кодекса, но не углубился в объяснение о законности показаний таких свидетелей. Однако все же кажется, что судьи и оперативники недостаточно серьезно отнеслись к прямым указаниям президента. Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и ради галок, чтобы людей в тюрьму не сажали. Но, как мы выяснили, ради галок до сих пор могут посадить любого. Понятые, готовые подтвердить все, что угодно, обязательно найдутся. Вот такая история. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас. Ссылка для этого есть в описании. С вашей помощью мы продолжим расследовать работу российских судов и полиции, а также рассказывать другие важные истории о нашей стране. Субтитры создавал DimaTorzok